Проекты, дающие импульс национальной экономике. Сегодня состоялось совещание, в ходе которого обсуждались итоги социально-экономического развития области за январь-февраль 2024 года. Показатели радуют, однако есть немало регионов, в котором предстоит провести большую работу в этом направлении. Подробности в нашем материале. Социально-экономическое положение региона – главный вопрос, стоящий на повестке дня. По мнению экспертов, темпы развития – показатели хорошие. К примеру, рост частных инвестиций в экономику области составил свыше 27%. Привлечено более 74 миллиардов тенге. На перспективу сформирован пул из 58 проектов на сумму более 2,5 триллионов тенге. С созданием свыше 10 тысяч новых рабочих мест. В региональном разрезе наилучшие показатели по частным инвестициям отмечены в городах Аркалык, Лисаковск и Кустанай, а также в Жарнгельдинском, Миндогоринском и Житогоринском районах. Объем выполненных строительных работ вырос на 9,9% и составил 15 миллиардов тенге. Рост зафиксирован в семи регионах – в городах Рудном и Лисаковске и Кустанай, а также в Денисовском районе, Аулюкольском, Житогоринском и Кустанайском. В сфере торговли достигнут рост на 4,8%. В том числе объем розничной торговли вырос на 8,3%, а птовый – на 2,2%. В розничной торговле рост обеспечен во всех регионах, однако наибольший в городе Кустанай. В оптовой торговле рост отмечен в 12 регионах, наибольший в Алтанцаринском районе. Что касается исполнения бюджета, то с начала года на территории области собрано свыше 72 миллиардов тенге налогов и других обязательных платежей. Из них зачислено в местный бюджет почти 44 миллиарда в тенге. План государственного бюджета исполнен на 95%, в том числе в местный бюджет на 126%. Положительную динамику и всех показателей рейтинга обеспечил город Кустанай. Рост шести показателей из семи продемонстрировали Аулюкольские и Миндогоринские районы, а также город Рудный. Девять регионов допустили снижение двух из семи показателей. Это города Лисаковский, Аркалык, а также Кустанайский, Амангельдинский, Жангельдинский, Житогоринский, Наурзунский, Фёдоровский районы, а также район имени Биембета Малина. В целом, по итогам двух месяцев, по основным показателям социально-экономического развития области, наблюдается положительная динамика. Однако, есть немало регионов, которые не могут похвастаться хорошими показателями. Аким области подчеркнёт, что оценку работы руководства регионов будут прежде всего выставлять, исходя из привлечения инвестиций, которые создают рабочие места. По итогам полугодия ещё раз рассмотрим. Недостигшие результатов будем рассматривать кадровые вопросы. Невзирая на то, сколько работает должность Акима, у каждого было время ситуацию исправлять, внедрять, деньги даём, готовые деньги, надо работать. Также Кумар Аксакалов дал ряд конкретных поручений. Так, Акимам городов и районов необходимо вести системную работу с предприятиями по вложению частных инвестиций. Кроме того, важно не допускать снижения объёма производства животноводческой продукции, а также обеспечить исполнение доведённых управлением строительства, архитектуры и градостроительства показателей по вводу жилья по итогам первого квартала 2024 года. Маргарита Иванова, Родион Бабич, Телеканал, Кустанай.